Эту аптеку на интернациональной многие знают как дежурную. Даже ночью здесь отпускают лекарства, а днём их изготавливают. В этой мини-лаборатории вот уже три месяца трудится молодой специалист Марина Кондратенко. Среди многообразия колб и пробирок всегда находит нужную и приступает к изготовлению лекарственной формулы. Сюда фармацевт-рецептар попала по распределению после Могилёвского медколледжа. Я смотрю, как выписал врач рецепты, то есть совместимость лекарственных средств, правильно ли указано количество лекарственных средств. Соответственно, подбираем лекарственные вещества, взвешиваем, смешиваем и готовим лекарственную форму. Мази, суспензии и детские порошки. Фармация на интернациональной – одна из двух оставшихся аптек в городе. Производственная. Напомним, когда-то их было более 30. Здесь производят капли, болтушки, наружное средство, эмульсии и антигистаминные препараты. К слову, за полгода в аптеке изготовили порядка 150 наименований. За контролем качества микстур наблюдают сразу на трёх этапах. Первый этап – это после изготовления. Фармацевтам-рецептарам либо провизорам-рецептарам осуществляется контроль качества изготовившего лекарственного средства за ассистентом. Следующий этап осуществляет контроль качества провизор-аналитик, то есть это либо физический контроль качества, либо химический в лаборатории. И третий контроль качества – это контроль при отпуске. Сейчас в аптеке насчитывается без малого 5000 наименований препаратов. В ассортимент входят как биологически активные добавки, так и лекарственные средства. Среди них 57% белорусского производства. Ведь развитие отечественной фарминдустрии снизило цену на дорогостоящие медикаменты и значительно повысило качество наших лекарств. Мы хотим поздравить наших коллег, работников предприятий, с этим прекрасным праздником, Днем фармацевтической промышленности. Пожелать им, конечно, быть в первую очередь самим здоровыми для того, чтобы производить те нужные нашим пациентам лекарственные средства, чтобы те оказывали им помощь. Кстати, в прошлом году аптека 127-8 отметила полувековой юбилей. Всего же в Беларуси работают 38 фармкомпаний. Только за прошлый год они выпустили продукции более чем на миллиард рублей. В том числе экспорт составил почти 240 миллионов. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бавруиск, 360.